Уважаемые коллеги, в этом видеоролике будет продемонстрирована эндоскопическая синусотомия на верхних шлюстных пазухах с двух сторон, решетчатых пазухах и кленовидных пазухах с двух сторон. В данной ситуации у пациента имеется полипозный полисинусит и необходимая эндоскопическая операция. Это левая половина носа, мы видим среднюю раковину, заводим турунду с адреналином в средний носовой ход и смещаем среднюю раковину в пределах ее естественной подвижности, стараемся сильно не надламывать и не травмировать. Заводим обратный выкусыватель за крючковидный отросток и скусываем его в ретроградном направлении в максимально нижнем отделе в области его прикрепления к нижней раковине. И после этого верхние отделы сдвигаем медиально и на себя для того, чтобы иметь возможность удалить их с помощью щипцов на 90 градусов. Мы заводим их за крючковидный отросток и удаляем его верхние отделы до места прикрепления средней раковины. Важно не отрывать слизистую оболочку, а удалять крючковидный отросток в том месте, где необходимо, в зоне прикрепления к средней раковине. Остатки мягких тканей крючковидного отростка удаляем с помощью шеймера и сглаживаем зону аксилы средней раковины, зону места прикрепления средней раковины. Если мы видим небольшие фрагменты костные, необходимо их удалить, чтобы предотвратить рубцевание остеид в этой зоне. Мы их удаляем с помощью щипцов отдельно и лишние излишки слизистой оболочки убираем с помощью микродобритера. Мы видим нижние отделы крючковидного отростка. Меняем эндоскоп на 70 градусов и отодвигаем нижние отделы крючковидного отростка, чтобы визуализировать естественное соустие верхней челюстной пазухи. Оно указано стрелкой. Далее расширяем естественное соустие. Для этого используем крючок и растягиваем его кзади, чтобы иметь возможность завести прокусывающие насквозь щипцы. После этого используем шейвер и убираем излишки средней оболочки в области расширенного соустия. Также можем убрать мелкие костные фрагменты. Мы видим, что верхничная пазуха полностью заполнена полипозной тканью. Отдельные костные фрагменты удаляются с помощью щипцов. Далее расширяем соустия. Мы находимся ровно под решетчатый буй и удаляем с помощью шейвера содержимое верхничеусной пазухи. Меняем шейвер на изогнутой и удаляем полипозно измененную слизистую оболочку. При этом сохраняем неизмененную слизистую оболочку, которая покрывает стенки пазухи. Далее меняем эндоскоп обратно на 0 градусов. Мы видим решетчатую булу. Заходим максимально медиально и в нижнем отделе с помощью щипцов Келлисона. Попадаем в полость решетчатой булы. Чувствуем пространство позади передней стенки и можем расширяться во всех направлениях. Вверх, латерально и несколько медиально, не выходя за пределы медиальной стенки решетчатой булы. Мы спусываем ее всю переднюю стенку. Мы видим полипозную ткань, которая заполняет решетчатую булу. Находим еще один сегмент решетчатой булы. Убираем перемычку внутри решетчатой булы. И теперь нам хорошо видны окружающие структуры. Также несколько убираем нижнюю стенку решетчатой булы. Но сохраняем горизонтальный сегмент базальной пластинки средней раками. И теперь мы хорошо видим медиальную стенку орбиты, которая граничит с решетчатой булой. Она показана стрелкой. Это важный анатомический ориентир. А сзади это базальная пластинка средней раками. Наша задача для того, чтобы зайти в заднюю решетчатой клетки, перфорировать среднюю раковину в месте соединения вертикальной, горизонтальной части базальной пластинки средней раковины и вертикального сегмента средней раковины. Производим отверстие с помощью распатора. И для улучшения визуализации и для расширения нашей диссекции мы заводим в отверстие турунду смоченную адреналину. Это нам позволит лучше визуализировать структуру, которая находится позади этого отверстия. Мы удаляем турунду и уже нам видны задние клетки решетчатого лабиринта. Наша задача расширить их. Для этого мы заводим щипцы Келлисона и двигаемся латерально вверх. Мы чувствуем пространство позади концевой части инструмента и можем безопасно расширяться во всех отделах. Задача скусывать ткани и не вытягивать, не отрывать слизистую оболочку, не скальпировать окружающую кость. После того, как мы скусили ткани, мы можем использовать шевер, чтобы максимально бережно удалить излишки слизистой оболочки или полипозно измененную ткань, которую заполняет задние клетки решетчатого лабиринта. Шевер позволяет также удалять мелкие косточки решетчатого лабиринта. Поэтому мы можем использовать это свойство шевера. Но при этом наша задача, еще раз повторяюсь, максимально сохранить слизистую оболочку, которая покрывает окружающую структуру. Теперь мы открыли задние клетки решетчатого лабиринта и видим сфеноидмоидальный карман. На этом этапе для нас основной ориентир будет верхняя носовая раковина, которую сейчас мы укажем стрелкой. Здесь мы видим, что вверху осталась перемычка костная, которую можно аккуратно удалить, тем самым видеть основание черепа в области задних и передних клеток решетчатого лабиринта. Удаляем косточку отдельно и используем шевер, чтобы убрать излишки слизистой оболочки. На этом этапе у нас выполнена тотальная тмоидоктомия. Теперь мы заводим турунду медиально от верхней раковины. Этот способ позволяет нам улучшить визуализацию, расширить доступ. Стрелкой указана верхняя носовая раковина. Удаляем турунду и сразу видим соусти кленовидной пазухи. Оно всегда расположено позади верхней раковины и чуть медиально и внизу от нее. Теперь мы можем завести щипцы Керрисона через соустия и расширяться латеральный вверх, удаляя переднюю стенку кленовидной пазухи. Объединяя кленовидную пазуху с задней клеткой решетчатого лабиринта. Мы снова скусываем и оставляем ткани на месте. Мы не вытягиваем их и не отрываем. Иначе есть риск оторвать и снять лоску, томсистую оболочку и обнажить кость, что приведет к плохому заживлению и рубцеванию. Теперь остатки тканей. Эти фрагменты мы можем удалить с помощью шевера. Периодически просим промывать полость нос. Видно, что кленовидная пазуха заполнена густым отделяемым. Эвакуируем ее. Можем расширяться при необходимости в анатомических пределах. Основная задача предотвратить рубцевание и иметь возможность всегда визуализировать эту зону после операции эндоскопом. Теперь промываем полости. Видим кленовидную пазуху, крышу задних клеток решетчатого лабиринта, крышу передних клеток решетчатого лабиринта и верхнюю шестную пазуху. Переходим на другую сторону. Здесь имеется конхобулез. Мы производим инъекцию раствора анестетика в среднюю раковину и для гемостаза и для того, чтобы провести такой диагностический прием и определить положение полости внутри рака. Мы используем 15 скальпель и стараемся отсечь латеральный сегмент средней раковины и не дестабилизировать среднюю раковину. Важно, чтобы она оставалась стабильной. В курсе рассечения латерального сегмента. Сегменты средней раковины мы удаляем с помощью щипцов блэксы. Теперь мы видим широкий средний носовой ход, где мы можем уже хорошо, спокойно работать. Что мы видим в среднем самом ходе? Мы видим выступ носослезного канала и выступ, это следующий выступ, крючковидный отросток. Используем турунды с адреналином, промывание теплым физраствором для достижения сухого операционного поля. Крючковидный отросток удаляется посредством обратного выкусателя. Мы заводим его максимально в нижних отделах и убираем полностью ретроградным до выступа носослезного протока. Далее верхние отделы отодвигаем медиально, чтобы иметь возможность туда завести инструмент, изогнутый на 90 градусов. Заводим щипцы блэксле, изогнутые на 90 градусов и удаляем верхние отделы крючковидного отростка. После этого используем шивер, чтобы убрать остатки слизистой оболочки в области крючковидного отростка и сгладить их с уровнем прикрепления средней раковины. Таким образом, мы хорошо видим впереди решетчатую булу и латерально нижние отделы крючковидного отростка. Также нам видна отверстие в задней фонтанели. Мы можем использовать это отверстие для доступа. Теперь меняем эндоскоп на 70 градусов. Мы видим отверстие в задней фонтанели. И мы должны найти естественное соустье. Чтобы найти естественное соустье, мы используем крючок и отодвигаем нижний отдел крючковидного отростка медиально. И теперь можем визуализировать соустье верхней челюстной пазухи. Это естественное соустье. Наша задача расширить его до задней фонтанели. Мы можем использовать щипцы, прокусывающие насквозь. Но они имеют не тот угол, поэтому используем ретроградный способ через задний фонтанел. Для этого заводим обратный выкусыватель и объединяем отверстие в задней фонтанели и расширенное естественное соустье. Объединяем за счет удаления нижних отделов крючковидного отростка. Мы ни в коем случае не двигаемся в сторону пазухи и не захватываем стенку пазухи, чтобы не повредить мерцательные петели в зоне соустья. Мы убираем остатки крючковидного отростка. Мы видим перемычку, которая все еще сохраняется между естественным соустьем и отверстием задней фонтанели. И наша задача ее удалить. Для этого используем обратный выкусыватель и снова работаем шейлером. Осматриваем верхнюю стую пазуху. Видим, что она имеет утолщенную слизистую оболочку. Ее оставляем на месте, она вернется в норму. И далее удаляем решетчатую углу. Также заходим на более нижний медиальный углу. И двигаемся вверх и латерально в сторону медиальной стенки орбиты. Обязательно необходимо чувствовать пространство позади стенки, которая удаляется концевой частью инструмента. Теперь, после удаления передней стенки булы, мы можем использовать шейлер, удалять ее содержимое. И одновременно, если имеются перемычки решетчатого лабиринта, который находится внутри решетчатой булы. Видно, что она содержит такую отечную слизистую оболочку, полипозно измененную. Мы под контролем зрения. Мы удаляем остатки решетчатой булы до медиальной стенки орбиты. И обнажаем базальную пластинку средней раками. Она будет находиться позади решетчатой булы. В верхних отделах сглаживаем остатки ткани, чтобы они не болтались и не привели к рубцеванию. Теперь мы видим базальную пластинку средней раковины. И заходим в точке соединения вертикальной, горизонтальной части базальной пластинки и вертикального сегмента средней раковины. Производим отверстие и используем туруну, чтобы его расширить и визуализировать ткани, которые находятся позади этого отверстия. Удаляем туруну и теперь можем заводить щипцы Керрисона через отверстия и двигаться латерально и вверх, открывая задние клетки решетчатого лабиринта. Мы скусываем ткани и стараемся их не отрывать и избегать движения на себя. То есть мы скусили и оставили инструмент на том же самом месте. И теперь с помощью шейвера можем убирать фрагменты ткани удаленных. Это позволяет максимально бережно относиться к средствам оболочки, которые покрывают окружающие структуры. Мы вскрываем попутные клетки решетчатого лабиринта, которые уже находятся вдоль основания черепа, заполненные густой связью. И теперь сглаживаем перемычки. Сзади мы сверху визуализируем основание черепа и латерально визуализируем медиальную стенку орбиты. Удаляем слизь, которая заполняет задние клетки решетчатого лабиринта. И с помощью шейвера удаляем перемычки. Если шейвер не справляется, мы используем щипцы, прокусывающие насквозь. Когда мы видим перемычки со всех сторон, мы безопасно можем их скусывать. То есть, опять же, мы не отрываем и не вытягиваем ткани на себя. Мы их просто скусываем и оставляем на месте. И снова работаем шейвером. Примываем для хорошей визуализации гемостаза. Мы видим основание черепа в задних клетках решетчатого лабиринта. Мы видим самую заднюю клетку решетчатого лабиринта. И теперь работаем в области сфеноидмайдального кармана. Нам видна верхняя раковина. Такие костные фрагменты, ноженные, стараемся удалять. Это часть задних отделов средней раковины. Аккуратно убираем. И сглаживаем слизистую оболочку. Верхняя раковина. Чтобы открыть клиновидную пазуху, нам необходимо двигаться медиально и вниз от верхней носовой раковины. Вот мы убираем полипозно-изменную слизистую область сфеноидмайдального кармана. Медиально от верхней раковины. Наша задача расширить эту зону и визуализировать соустье. Мы используем турунду. Заводим ее медиально от верхней раковины. И используем также второй ориентир нижней стенки орбиты. Да, у нас это тот же уровень. Проверяем себя, чтобы не идти слишком высоко. Удаляем турунду. И сразу визуализируем соустье клиновидной пазухи. Скусываем нижнее тело верхней раковины. Медиальную стенку задней клетки решетчатого бигента. И получаем доступ к соустью. Заводим щипцы кереса через соустье. И можем двигаться латерально и вверх. В сторону основания черепа. И в латеральной стенке клиновидной пазухи. Используем шивер. Для удаления мягких тканей. Если стенка тонкая, мы можем с помощью шивера также расширяться. Но это нужно делать очень аккуратно, чтобы инструмент не соскочил при надавливании. И так мы видим клиновидную пазуху. Задняя клетка решетчатого лабиринта. Передняя клетка решетчатого лабиринта. Основание черепа в этой зоне. Верхночерстную пазуху. Среднюю раковину. Полностью очищаем нашу полость. Промываем неоднократно, чтобы не остались фрагменты решетчатого лабиринта. Свободолежащих, которые могут поддерживать воспаление в дальнейшем. Операция закончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...